Ты любил, может быть, меня, может быть, я... Я романтика, анонимная, анонизм буквы, не особый вид, мой вид, все. И на мне написано «Урони меня, хорони меня, и за мной не горит свет». Вначале было злобо и черное стервенение древесных колец. Вначале было много, а после все быстро сошло на нет. Потом была пыль позади колесницы, и на смерть идущие уходили молча. Житейские сети и острые сфиксы на дне районного колизея. Сэд Манхэттен, я пишу тебе, чтобы были свидетели моей слабости, беспощадной, глухой и боющей. Сэд Манхэттен, я орала во все горло, мне не ответили, я устроила всем по бою. В сердце тьмы по реке опускаясь под музыку обожженных конечностей, следует помнить довольно четливо, что было в начале вечности. Огромное, бессловесное, вначале была злоба. Именем человечности никто не промолвил ни слова. Я убил каждого, и они ничего не знают об этом, ходят мертвые и решают свои задачи. Сэд Манхэттен, я поранил свою планету, и она сутками бьет и плачет. У меня бессонница, Сэд, но если я засыпаю, то это намертво. Если я отказываюсь, то это последнее мое слово. Моя слабость меня насилует прямо на красной скатерти, посреди столовой, у всех на глазах. А я только за. Я так херово и беззвучно стану и закатываю глаза, и меня умиляет весь этот зрительный зал. Уважаемый мой Манхэттен, белый рыцарь и брат по шрамам, научи меня понимать скучное и простое. Я романтика, я сплошная кардиограмма, и я здесь у них решительно ничего не стою. У меня под ребрами сэд что-то мерзкое ползает, ходит шеренгами, выдвигает свои ольдовисты. Моя слабость меня насилует в разных позах, у нее их за триста, может даже за тысячу. Я романтика, на мне крест поставлен, высечен, я очень скоро отсюда вылечу, как подкрытая чердачная. Сэд Манхэттен, обменими меня, ну же выручи, погладь по волосам все мои чердачества и мою планету, которая тихо плачет. Я романтика, анонимная, депрессивная, я не знаю, где эти люди находят силу, в то время как моя слабость меня насилует, заботливо массирует шейные позвонки. Я не реагирую на звонки и на жесты, на меня отвели унизительно мало места. На меня наросла убедительная броня. Возведенная из останков руин, крепость возвышается костью в горле. Крепость уходит под землю, гроздью успелого винограда свисает с краев горизонта. Туннели сплетаются в светлые образы детства. Вялые линии казематов, как распущенный бабушкин свитер. Вялые линии жизни на грязных отца же руках. Клятвы, скрепленные кровью, имеют силу, но даже кровные узы легко разорвать. Это вам подтвердит любой сирота. Просто сводя счеты с жизни, считай, что вы квиты. Просто иначе платить по счетам нельзя. Помнится, о чайке когда-то кричали на берегу моря что-то о том, что назад никогда возвращаться нельзя. Кто-то другой приближался, шагали от моря до горя. Кто-то забывший черты лица своего отца. Жили-были, живы-вали, в сказке были, или в храни. Небо стыло, в склары в стали. И не гоняли мысли взбесивших кровь по тоннелям своих космических плоскостей. И они не жрали на ужин глухой протест. И не знают, чем его следует забивать. Мы поаплодируем нашему гостю. Он проделал большой путь, чтобы у нас выступить. Спасибо им большое. И вам спасибо. Хорошо.